Давай! Не шури её, смотри! Господи, слава Тебе! Благослови долину ежеснея путешествующих, Екатерину, и сохрани от всякого зла. Ты нас помилуй, поставь Твоя святую охрану. Они делают замысл, но они не сбудутся, ибо с нами Бог. Тебе, Господи, слава, ловите веков, аминь. Говорить не о чём. Уехали наши друзья, так? Я говорил, пока сырая почва, босиком не ходить. Да я не успел обувь. Возьми обувь, иди. Вымой ноги и обуйся. Теперь к этим снарядам в башне никому не допускать. Сатана подстроит козни. Раз они ищут везде, они будут искать. Не дай Бог там упадёт, чуть-чуть ушибся, они будут это искать. Раньше мы уходили за ягодами. Специальные берёзы, они там лазили в конца несколько. Нынче всё отменяется. Нельзя этого делать. На качелях все вот такие турники не трогать. Только подтягиваться. Если надо качаться, там, около одежды Васильевны, там можно качаться. Там на роликах, там на подшипниках, там намного легче. Ну и вот смотрите там, чтобы самоподъёмник тоже не работал. Нигде то, что грозит какой-то. А они так не оставят. Это только мировые события могут остановить, когда всё это у них рухнет и на этом конец. Сейчас от Батугина Михаила, это отец Тимоши, поступило сообщение. Ему позвонила там женщина какая-то. Чего она к нему. Может быть, он не расслышал имя там, какой-то фамилия земляничная или какая. Готовится закрытие там лагеря, то другое. Я дал ответ. Замыслы рушатся. Они ничего не успеют. Яко с нами Бог. Кажется 8-10 порока Исаии. Это одно место такое. И оно повторяется многократно в теснотенях Старковных. Не надо это дергать. Приучитесь. Жарко, холодно. Не трястись, ни рукава не грызти. У нас помаленьку уходят люди. Некоторые до 30-го. А что считать-то? Сегодня 17-е. В лагере. Две недели. И в лагере останется, может быть, человека два. Или один. Остальные уже уедут. Нам две недели надо продержаться. Каждый день будет дана вам программа. Я записываю. Где-то уходить, где-то работать, что-то делать. И нигде ни с кем не разговаривать. Слышишь? Старшие спрашивают, кто-то приедет. Ни слова. Нигде. Они тебя сразу заберут и положат в больницу. И начнут тебя колоть уколами. Мне уже сказали, сейчас позвонили. Добьетесь своего. Не можешь молчать. Тебя заставят молчать. Если они уже намерены творить зло, то их ничего не остановит. Это слушатели дьявола. Дети живут в мире, здоровые. Родители довольны. Воевать со своими детьми. Да это Гитлер не делал. Это не делал Чингисхан, не Наполеон. Никто этого не делал. Мы их как-то трогаем. Нет. Почему? От сатанилы, от скопища. Они ничего не могут делать. Дана проверка была. Проверка, но не уничтожение. От президента была дана проверка. Проверить все. Больше ничего не было. Проверили. Дети здоровые. Как питаться нам? Мы сами знаем. У нас посты так. Вы что-то движениями станете. Еще вы друг другу не уступаете нисколько. Верующие. Ну зачем это надо? Не надо. Кто-то наши уехали, мы за них молимся. Среди них старшие, мы старшие помним. Вы поедете, мы о вас будем молиться. Стой спокойно. Спокойно, стой. Я о чем говорю? О молитве. Мы связь имеем с Богом. И Господь их благословляет. Ты сегодня ходила, видела куда мы думаем начать? Какое озеро будет? А им это ничего не надо. Они судят, рядят, а у них ничего нету. Ничего. Сейчас считаю. Да ладно, я не делал дорогу, а она тут никому не нужна. Там трясена, там вот такая колея была. То есть они не знают, за чего схватиться. Дорога не нужна. Понятно? С детьми возиться это не надо. Я преподаю в университете, они мне ролики воруют и говорят, это наш ролик. То есть они безумствуют. Почему? Дети дьявола. Их такими жестокими, безжалостными сделала патриархия. Все прощается. Их храм запускать нельзя. Они не крещеные. Не крещеные. Разберись, ведь патриарх все моченые. А я что говорю? О Царстве Небесном. Найти человека истинно крещеного, попросить, чтобы их крестили, начиная с патриарха. Вот что нужно делать. А они перед ними вот так, говорит, со хвостом все крутят. Это все Бог уничтожит. Останется одна истина. Так, стой, внимательно слушай. Что-то не понимаешь, а что-то поймешь. Так, у кого у нас тут есть? В ближайшие сроки. Кто уезжает? Так, с кем вас отправить? За вами, если пришлют, то вы уедете. А за вами никого нет, если то. А тебе я могу поговорить, а об этих нет. Она звонила, говорит, во вторник хочет приехать. Вот все, во вторник поедете. Но только она попросила, говорит, тот, кто приедет, она приедет, с кем приедет. Он сюда не сможет приедет, только до асфальта, если кто-то поможет ей довезти детей. А там она их возьмет. Не знаю. До дороги. Вот как Андрей. Как вот Андрей. Это платить надо. Я не могу платить. Нет, у него деньги есть. Ей дали денег. Ну дали деньги, пускай оплатит машину шоферу. Угу. Чтобы был разговор. Шофера оплатить. Нанимаем. Если не оплатят шофера, значит, разговора нет. Это хотя бы тысяча ему нужна. Туда-сюда по грязи рвет машину. Мне-то вы в Белине какой нет. Живите до 2 августа. Но если мама сказала ехать надо, пускай едут. Вещи заранее собрать. Ты собери. А тебе я поговорю сегодня с Игорем Барабашом на вторник. Мы еще четырех скинем. У нас останется тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять человек останется. Десять, одиннадцать. Одиннадцать. Трое, четверо отойдут. Которые просили. Так. Тебя еще не тревожат? Оля. Нет. Живи спокойно. Не надо никого бояться. Бойся только Бога. Больше никого. Они нападают. Но они всегда нападали. Они по-другому не знают. Они царя расстреляли. Книжон расстреляли. Всех. Советские. Большевики. А это их последующие идут. Нам нужно приготовиться страдать. Вера, Надежда, Любовь. Вот такие были маленькие. Их казнили. И ни одна не отступилась. Ни одна. Мать София. И церковь их прославляет. Они совсем маленькие. Там восемь, девять, двенадцать лет примерно. А все за что? Показывай платочку. У кого нет? Выходи сюда. Показывай платочку. У кого нет? Показывай его платочку. Удох выйди. Че откресешься? У кого нет платочка? Выходи сюда. У меня есть. Все. Садимся. У тебя нет платочка? Бегите. Не упади. Чего ты меня не упали? Че так нужно? Плачь. Соня. Не отвлекайся. Слова Богу. Я очень доволен. Сашу поблагодарите, что вас отпустил. У нас все в порядке. Все, молитесь. Спаси Христос. С Богом. Галя загуляет позвонила. Доехали. Катю хотели оставить на проходящий автобус, но решил Саша взять ее с собой. Так что, если Господь благословит, завтра уходим на этот пруд. Под ногами потом соберите какие-то тряпочки, платочки, бумажки. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. По славу Божию. Все, вы будете.